Приветствую всех любителей смотреть на игры в Сидмерс Цивилизейшн 6. Вы слышите Лёшу Халецкого, и я представляю вашему вниманию ФФА сериал «На восьмерых», в котором я играю за арабов против Польши, Бразилии, Египта, Шумеров, Америки, Индии и Франции. Традиционно предупреждаю, чтобы вы в комментариях не писали бессодержательные спойлеры и, конечно, воздержитесь от оскорблений в сторону участников игры. На этом всё, приятного вам просмотра. Так, и сразу какое-то странное место у нас. А тут с холмами не перебор. Появление. Считаете, что холмов много опять? Ну, я считаю, что у меня всё в холмах. Ни одной клетки равнины. Ну, у меня не так, например. Бегай. Чего вдруг эти настройки решили сделать? Раньше уже говорили стандартно, всё нормально. Ну, просто эта настройка даёт у всех рядом горы. Типа не много горы, а типа там по одной, по две, чтобы можно было нормально бонусы от кампусов ставить. Типа такого. Не знаю. У меня ни одного тропического леса, ни одной горы. Ну, ты просто не видишь пока. Сейчас походишь, увидишь всё. У меня тоже нету тропического леса. Вообще, как бы странно было, если бы у арабов был тропический лес. Ну, у меня есть. Петра бой. Ну, наверное, тут всё-таки останусь. Хотя, место не очень имхо. Так, сначала на рост. Сразу давайте разведчиков. Так, что мне тут нужно орошение? Давайте, наверное, с орошения и начнём. Потом, видимо, каменная кладка. Каменоломня. Это у меня тундре. Гильгамеша не должен в тундре появляться. Хе-хе-хе. Ну да, это какая-то подстава. Это потеря-потеря. Что за бред? Он же сразу нашёл второй континент. Вот он. Ну и... Руинку нашёл тоже неплохо. Ладно, поехали. Сосед. Значит, способности... Способности Аравии. Автоматическое появление последнего великого пророка при появлении предпоследнего. Ну, я очень сомневаюсь, что вот тут на восемь человек четыре регии кто-то будет основывать. Так что, скорее всего, если я хочу религию, то надо самому постараться. Кстати, я не знаю, баг это или не баг, но я вот перед этим играл игру. И учёный, который от этого чуда природы, который даёт науке, там 600 науки от клетки чуда природы, там, за соседство или что. Не знаю, я поставил его на три клетки, он меня слишком сильно бафнул, по-моему. У меня, может, тех восемь по одному ходу изучалось. Надо посчитать, сколько там науки требовалось. Может, он как раз и дал столько, сколько надо. Тут ещё медресе. Ты говоришь, там, ну, два хода теха стоит, значит, он и восемь открыл, да? Не восемь открыл, а просто все ближайшие семь тех, которые я изучал, они изучались по одному ходу. Ну, может, давайте тогда его скипнем, просто пропустим все, а кто кому достанется, он его удалит и всё? Ну, я вот вчера в игре его использовал, и я не помню, чтобы он, по-моему, тихий две открылась. И то, и я ему... Не, не открыл, а я говорю, вот именно, что по одному ходу изучались всех семь. А, он, типа, такой каскад сделал какой-то? Да. У всех хорошие старты видишь, а то для меня только такое. Какой такой? Ну, тундра у Гильгамеша, что за бред? Такого не может быть. Ты яркий пример, что такое бывает. Какая интересная, всё-таки. Местность. Вот, нафера и Россию манил. Нет, ну что-то холмов вообще до себя, конечно, положить. Нет, холмов, у меня равнины есть, и болото, везде болото. Хорошо. Хорошо. Окей. По идее, в начале игры, видите, войны сильнее, чем копейщики, потому что плюс 10 к боевой мощи против антикавалерийских юнитов. У воинов есть бонус против антикавалерийских юнитов, а копейщик таким как рассчитается, поэтому, в отличие от пятой цивы, в шестой дуболомом нападать на копейщика вполне нормально. Что-то выбор, мне кажется, прямо нормально так. Так, а мы следующим ходом переключиться на этого чувака. Нет, в третьем радиусе. И все, больше нету в третьем радиусе. Для четырех вырасти, потом на производство переключаться. Новый мир, ставилиш на стройку, чего вы теперь ну этих. На некто против-то. Ну так. Какой-то парень, что так много гор был. Парень на дудке наяривает, слышите, да? Как раз Распутина играет. Ну, знаете, мест для городов, по-моему, особо не видно. Со следующим ходом повышение будет. Да, надо, наверное, монумент построить. Хорошо, не открыли. Дед, здорово. Здорово. Ты как далеко? Очень близко, как-то. Отчетова. Нормально. В какой стороне, скажи мне? Ай, иди просветы. Ничего не говорить ничего. Я слой. подселю случайно как мы там половину 2 2 2 ставлю нужен больше еды накапливалось я же играю не там не фигня если серьезно разведывай просто я хочу поставить город примерно там где сейчас мой бой о нет 1 но правда жалко что не культурный и не научный как не так давайте опыт юнитом разведки и дает плюс производство не надо давайте его потерять коробки город я неправильно что это за разговор да нет да нет хотите так общаться общайтесь там где-то отдельно мы это понимаешь зачем ролик будешь потерять меня ты ничего не разведал уже площадь пусть буду расставить да я прикалываюсь успокойся я на твоем месте дед не успокаивался я сам это делаю привет не хоть колесница уже полностью делаю ничего себе уже колесницы так не мы тогда да так 4 года не будешь потерять не да когда не буду спасибо так давайте еще раз арабию глянем медресе что заменяет университета но это очень хорошее чудо и мхо 4 науки правда религию дает то есть мне в принципе надо все-таки лигу основать а религия можно быть основана построив стон хэндш на стон хэндш проблем суши стоится только на плоской местности вот рядом с камнем то есть я в данном случае не смогу комикант за ты как далеко сверху достаточно просто тебя не увидел на ровном участке рядом с камнем видите у меня тут не ровные участки сейчас стон хэндш никак не построен вот тут могу построить стон хэндш кстати стоит ли мне тут нападать он уже с дома успеет сообщить его не убью что пошли отсюда ара привет джек здорово опять мы рядом ну да это тут через три две клетки будет моя столица если это все поляк это все лист быстро ну да что мы что-то не так все нормально а мы все хорошо работаем далеко найди это же ценная информация а он близко это столица что ли уже нет третий город жилю поляку уже города нет у него городов ну конечно хотелось бы где-то тут поставить тогда в первую очередь вот тут вообще кстати вот тут город практически не берется например то есть надо через речку перри переправляться давайте в каире поселенцы начнем строить проблему что я тут производства нету надо купить клетки ради что за тебя часто вижу ты где-то близко что производство гнездо моя где у нас еще есть день производил давай сейчас обсудим куда ниже хочешь город поставить так золото вера плюс 100 плюс стоп нет это все ничего не надо придется мастерство без трех клеток начинать не забудь переключить да это тундра внизу совсем грустная нормально близенько близенько таежный союз однажды на себя ты не говори слушай но но тут-то что-то как-то узко в этом месте что по между нами как расселяться я вот поставил скорее всего это будет единственная блин валют тоже кто-то нашел ищите банкомат в котором можно оплатить услуги жкх введите банкомат оплата жкх в приложение 2gis и найдите то что нужно 2gis это карты городов которые работают даже оффлайн и справочник организаций абсолютно бесплатно скачивайте приложение под вашу платформу на сайте 2gis.ru 2gis если быть точным ну не знаю ну давайте начнем обработку бронзы пока только не забывать переключать когда половину откроешься не будем просто тут понимаешь какая петрушка получается между столицами 1 2 там 2 гулин у меня просто вниз у меня вверх водах подожди прикольно как давайте я даже говорил тут про щеков бежит сажаться ну вот у меня берег вверху построить ночью боюсь вместо это просто не доведу это поселенца не наставлю я попробую меня просто и слева вода кому я встретил сейчас а только сейчас эти по египет стрессу это не панге я была вот та самая сандра тут и я слева у меня вода подпирать и такой тоже узенький кусочек у меня ты прям слева слева вот на этом озере тоже можно будет город поставить пришли ко мне варвары толпой что за бред ну скаут все приходил сначала да я проворонил ну значит ожидающим все толпой придут варвары потому что ты еще не привык к этому привык все забываю как-то хотел забить что ты увидел одну территорию просто шикарнейшая тут получается 4 сахара 4 сахара это я туда уже иду уже иду я туда парче а как ты далеко я не знаю где ты был это четырех петрах от моей столицы я твои границы вижу между нашими границами тайлов нас блин несчастье он сейчас 4 селеница появится несчастье уйдет слишком я отъел город ну и где селиться здесь тогда прикажете я там будут короче я пошел туда город ставить я метку сейчас поставлю а это не ты нормально поляк поставил это египта границ короче с ним воевать буду и тогда ты слева от египта ну да как ты здесь оказался воином причем я оказался быстро или кто ну да я подумал твой воин здесь ходит значит это твоя столица как воин идет там ковыляют немножечко очень хорошо варшава обстреливает с лучниками например так 3 все первых тут могу поставить город надо сюда идти и ставить придется особо вариантов это тролль приглашать в игру а тебе я смотрю нравится да ты никак не забанишь этого товарища даже 2 еще один тактина чтобы не росло все на производство стоит в принципе блин забыл все по переключать родину мы поделим все как бы до мухи ли все ну то есть больше в мою сторону ты города не ставили ну дальше фиг нет тут нормально фивы у тебя третий радиус у меня короче все нормально нормально просто там я еще вообще-то нормально где там я тебя не вижу бразилец как-то поставил город через все шикарно да с 어쨌든 нет ночи как ты радиус на и стальной нормально это ты поляка там ты просто понимаешь как органぐемма этих город на 6 лексах и поставок это могли конечно там четыре алмаза и 2 пряности ну да ну вышел вот букву но этого как у скажи мне у деда вон вообще блин пока не есть куда города ставить поэтому я буду вставить но варшава должна будет скоро будешь там уничтожено не мне завидная когда уже кого-то встретил здесь он будет прачника атаковать они скаута арчи а насчет мертвых озера наверно твое метку поставлю там не знаю почему первым открывается плюс 100 процентов к морским юнитом прям он так так такая странная политика не пойду я уже дальше в бок надо вот тут все исследовать в принципе может мне тут дофига места нету смысла на людей наезжать я буду побольше прачников строить там и хапнул в лучников уже есть лучники у поляка на текущей не знаю я не знаю я вот не знаю я например селиться вообще негде как то странно работать я не знаю получается я потерял араба образились потерял меня между мной и гельгамеша вообще места нету и я-то тебя чем подселил поразились потому что мне лифток не оставил я тебе дам люфт не переживай спасибо ты серьезно думал что эти люфты дам это был сарказ когда я сказал спасибо разберется да он сахар шоколад да конечно разберемся я знаю ты можешь сисьму территорию поляк если ты хочешь повоевать с бразилии то я не против совершенно я не буду тебе в спину бить мне то есть куда селиться мне есть куда селиться где варшава стоит относительно тебя видишь краков краков нет короче чтобы не может ходить разведом метку поставь каждого и краковом вот мы столице нет а на 3 8 клеток ты чё между краковым и варшавой а ну да вот там три клетки ну и что между моим городом пять лет ну и это не до сих пор можно говорить о мире интересует нет я с арабом говорю ну если ты будешь с бразильцем воевать то конечно мир а просто договориться о мире ну не знаю чуть смысл сейчас договариваться декларацию я еще раз повторяю если ты будешь воевать с бразильцем то я на тебя нападать не буду я обещаю не обещание такое я на твоем месте лёша вообще не видел я тебе объясняю свою позицию если ты просто хочешь просто мир заключить без без всяких этих то я не буду заключать мир если ты хочешь заключить мир ради того чтобы со мной мир чтобы напасть на бразильцы то я согласен но если ты не нападаешь на бразильцы значит со своей стороны имею полное право напасть на тебя то есть пилимова да короче я провалил ну типа да я чувствую мы сработать ну я еще не решила с тобой я срабатываюсь или с поляком тебе ближе но у меня в отличие у меня в отличие от поляка есть куда селиться а ему некуда поэтому поляк есть куда селиться джеки с тобой не буду дружить я к тому буду что я ниже город ставить больше не буду смысле все это один город эти сразу игрушки воню да ты рано как-то я не знаю не кушать такте можно вырастим два хода 2 ладно тут оставим так раннюю империю переключим давайте мистицизм начнем да поляк взялся за армию надо мне трухи наделать шуи ты рядом с поляком нет ну вдруг он задумает мой город деса блин мы далековато ну да я калек далековато он пока приведет я уже лучшим колесниц короче пацаны америка я буду наверно по бережку селиться потому что у меня нет места там по-какому виду что по своим но отжала балпура справа да я не прос я просто тебя не вижу где ты крайне что ли у нас же он для нам города вид города так как я вижу это второй а где первое мы еще левее намного дальше на 4 клеточки дальше с рядышком со всеми ну да давайте еще брошу вниз поставлю пара народу думал вниз это не мне меня там внизу египет а вот заметьте джек джек прошу раз китаем играл тоже самая ситуация повторяю учатся если никого не удастся пока еще с чего вы сделали статистику используем А что, не собираешься, да? Не понимаешь, что такое решение. Так, поменяем на плюс 50 к производству поселенцев. Ну, надо третий город тут ставить, тут очень неплохо с ресурсами. Видел вот Египет, как там цитрусовые вокруг гор? Отлично, по-моему, оно там все чувствует. Ну, и только нельзя туда кампус поставить, потому что цитрусовые потеряю. Это был бы кампус на плюс 5. Ну, что там? Что было? Бразилиц, как тебе не стоит? Ты украл у меня руинку. Что? Ты украл у меня руинку. Ну, да. Ну, так все. То есть, это твоя руинка была, а не бразильцы, да? Ну, да. Я просто и шел, и я и сразу не взял, потому что у меня варвары напали. Я их отбил. Говорит, кстати, бразилица пошел и забрал мою руинку. Ну, понятненько. И чё? Значит, ты еще рабочего заберешь, бразилица, тогда будем через чат. Я именно и заберу его. М? Я именно и заберу его. Ну, давай. Я за ним и пришел. Это Леша говорит, да? Да, да. Умитирую голос бразильца. Что в районе было? Ртуть! Джейбис, еще лагерь варваров забираешь, да? Не ругайся. Извините. Продолжение следует. Скажи что-нибудь еще. Я говорю, за лагерь, а дашь деньги? А там не деньги были. Ну, я уже три города государства нашел, круто. Что еще может быть? О, француз, какое у тебя тут чудо. Кулцет. Приятное. А что это за... А, барьерный риф. У тебя слева никого нету, да? Он слева море. А, ты про этот лагерь говоришь? Да. Так, как же скобы у меня слева могут быть? Я понял. Я сделаю честно. Я... Столица, одна клеточка от берега. Карта плохая. Зарез полос. Вы разведали вообще кто-то карту? Ну, какую-то часть, да? А ты что, всю часть, всю карту разведал? Нет, я половину карты вижу. Я не вижу вторую половину, но я вижу перешейок, допустим, походу, между этими половинами уже. Поляк поклоняется богу моря, а что, у него города на море? Будущий заход. Вообще подозрали, не варвар. Арчи, ты лучше уходи от лагеря. Это мое. Там есть гашка у тебя, у тебя? Там вода. Там ничего нет, честно-честно. Содержание юнитов. Что-то я уже пооткрывал вообще. Продукция юнитов уже надо, кстати, будет поставить сейчас после трудовой повинности. Так, зимний юнит минует вот тут. Ну, тут нету пресной воды вообще-то. А я подумываю вот тут поставить. О, ну, здесь намного лучше будет. И от столицы недалеко. Блин. Вот это очень плохо. Сейчас поляк думает нападать, захватывать. Карах, я вижу, ты собрался на меня нападать, да? Почему? Тут я вижу четыре лучника. Ну, у меня четыре лучника. Я вижу, ты собрался на меня нападать. Я вижу, у тебя два лучника. Как-то так. Ясно. Хорош, хорош. Бразилец. Я весь внимания. Ну, напади, пожалуйста. У меня захватил поселенца, там прочее. К сожалению, я не смогу. Я не смогу. Ну, он в тылу был у меня, и он захватил около столицы поселенца. У меня рабочие люди видели, и все пограбили. Тоже игра. Давайте на поляка нападать. Зачем? Не, на поляк. Ну, этот город, конечно, был очень вкусный. Вот это... Нет. Я не считаю. Я считаю, что да. Так, а что, без прикрытия был, что ли? Да он около столицы, он зашел в тыл ко мне. Давай, мы близко. Слышишь, Лёша? Да, объявляй. Я уже в войне с поляками. Ну, я объявил тоже, давай. Попилим сразу парт. Да, я уже... Уже... У меня как бы нету просто вариантов. А ты прошлой игру говорил наоборот, Лёша. Когда вот забрали поселенцев, другого человека. Так у меня нету вариантов, кроме как сейчас с поляком воевать. Он сейчас поставит мне город в тылу, мне просто города некуда будет ставить. Я вынужден поляка захватывать. Я предлагал поляку нормально сосуществовать. Я предлагал заключить союз. Я тебе объяснял, какие условия были при этом. Ну, ничего не доверия на слово, понимаешь? Так а что... Подожди, а союз это что, не на слово, по-твоему? Ты сказал, ты союз не будешь заключать. Так, мы сейчас... Блин. Мы не можем сейчас заключить союз вообще в принципе, потому что он еще не открыт. Мы не можем дружбу заключить. Ну, дружба-то не помешает мне напасть на тебя. Это помешает. Во время дружбы нельзя объявить войну. Кстати, да. Вот как бы я тебе предлагал, ты... Я не буду заключать с тобой мир просто, чтобы ты сидел, развивался и ставил куда-то города. В начальном этапе надо смотреть, куда что ставится. Что, заключить мир, чтобы ты тут ходил, где хочешь, и делал, что хочешь? Так, на производство юнитов. Так, поселенцев. Ну, ведь поля город поставил. Плюс производство. Просто грозились в этот город, который стоит, будущий какой-то там. Сам-то не подскажешь, там есть где-то вообще или нет. Где там? Ну, вот справа от Дель. Справа от Дель и Париж. Ну, француз я имею в виду. Ну, тогда я там сверху езжу. Бразилица, ты понимаешь, что ты сейчас будешь выходить, вот из этого маленького прохода в дверях, и сиреницы будут просто погибать. А у меня слева входит город вопрочный. Зачем ты рассказываешь, бразилица? Да, мне надо, да он ничего не сделает на два фронта. У меня, причем, я взял специально боку этого кузницы, чтобы на 25% быстрее стройки солдат. Нет, я тоже его взял, плюс мне пантеон. Нет, это пантеон, ты не мог его взять. Ну да, ты не мог взять его. Да, ты не можешь один, одинаковый. Нет, я взял пантеон, взял на промышку. Это как бы я. Я не понимаю. Когда на работе он. Промышь от работа. У меня эти люди, я взял, он на 25% быстрее строится солдат и пускат. Надо. Напняюсь. Такое есть цена. Хлопот есть на обмен. Это так подробнее. Египет. Алмаза, кляность есть. Это кто говорит? Какие-то голоса у тебя в голове. Если болото убрать, это одна пища убирается с редкого ресурса. Правильно. Я зря. Я просто думал, тут свободная территория. Болото вместо трех становится двор, но там можно построить. Ферма, допустим. Нет, а на редком же получается. Ничего, башню построишь. Только обрабатываю в случае. Что значит на редком? Ну, на сахаре, например. На сахаре? Ну да. Нет смысла. Ну да. И делаю. Ну, кстати, почему нет? Оставлю себе этот... Слушайте, а тут же чужие города никакого штрафа не дают, да? Только если... Дают, но меньше. То есть... Нет, ну вот он, когда он... Например, мы заключим мир, и он мне этот город... И вот я захватил город, и он мне его отдает, типа. Он какой-то штраф будет давать, в принципе? Вроде нет. То есть... Ну, это понятно. Я просто сейчас думаю, если я Гданьск захвачу, мне его оставлять или сжигать. Я про это думаю. Дайс? Ну, мне кажется, по-любому лучше оставить. Да, так, конечно. Поговорите, поселение состроить. Ну, как по-любому. Во-первых, есть вариант немножко по-другому поставить. Потому что город один житель. То есть это же не... Как-то сказать, не прям супер-пупер. Ну, за счет поселенцев, я говорю. Ну, да. Это уберет одного жителя у тебя в столице. Еще и время, пока ты его построишь. Такого там, говорили, люксы есть, если бы не это. Прямо, Екита. А есть в Бразилии и Франции. В Бразилии вот, конечно. Наверное, сейчас, ну, вылечит. Двумя лучниками, по идее, я Гданьск должен взять. Кому сахар не нужен? Жаба, ты живешь? Там ученики. Белорусси. Не, я понял. Я просто всю карту уже обнял. Я ему... Это между Польшей и Россией ищущей. В Белоруссии. Земля. Да, с Кобриной. Тут вообще какой-то такой белорусское лобби. Нам надо объединяться, держаться вместе. И валить Джека. Поляка. Да. Вторую игру читать. Поляка, причем, поляка. Вознос. У нас у белорусов есть к полякам вопросы. РП какое-то пошло. Посмотрите, может, там кто-нибудь бразильца хочет напасть. Да никто там не будет. Рядом. Кто за, блин, все развиваются, только ты пошел какой-то пьюни за ним. Ну, ну. Я пошел. Сидел, думал, думал и напал. Так, начали игры. Я подселю тебя шумят. Я говорю, нет. Пошел ты, подселю в Бразильск. Слушай, я же... Вот я тебе ничего не сказал по поводу, что ты Варшаву поставил. Прочее. В отличие от всех, я тебе... Ну, ты решил именно на меня напасть. Ну, и как ты думаешь, на это будут относиться все? А скажите, в Бразилии... Вот, получается, жаба, у вас там как с территории? Я просто не понимаю... Я тундра. Тундра. Нет, тундра. А земли много? Даже тундра? Или так себе? Мало. Очень мало. Что, у нас тут тоже мало земли и куча воды какой-то непонятной. Я к тому, что, прям, что-то с карты прям прям прям, и там, блин. Может, рестарт сделаю? Нет, 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 ты давай. У ребят появятся новые города, много территорий. Ну, да, получается, вы-то там решите вопрос. Если только не меня пили, конечно. Двоем. Я думаю, нет. А че надо на тебя пили? Я даже не знаю, где ты. Дед, ты поможешь, как мне пришел? Я? Да. За что? За то, что ты хотел меня подселить. Ну, че, где-то еще и обидчивый. Ну, бразилица меня украла в Ильи. Ты меня хотел подселить в начале игры. Плохо, когда в начале у тебя нет друзей, да? Да, вообще. А еще хуже, когда сам ты все это сделал. Нет, да. Вот, кстати, я тоже не понимаю, зачем так адресивничать, если ты в окружении близких тебе людей, которые настроены явно недоброжелательно. Именно так с этими варварами, господинами. Просто убежали. Бразилица, я предлагаю замириться. Ты меня тут не продавливаешь. Будешь мириться, бразилица? Да, я уйду в упорочку. Слушай, Джек, давай ты только не будешь каждый ход к людям обращаться. Давай мириться, ты меня не продавливаешь. Да, тут упорку ты избиваешься в начале игры взять и подселить. Кого я тебя подселил? Да, а что ты сделал? Видишь расстояние между Краком и Моингородом? Ну да, вижу. Ты мог поставить город вон, где Мит стоит и спокойно дожил, а так нет. Нет, хотел бы тесахар. Ну, там я бы его тоже запилил бы быстро колесницами. Да, это даже не собирался. Ты, пожалуйста, предложение. Ну как ты не собирался в начале игры? Говорил, я тут город поставлю, или нет? Да я даже не видел вообще это место на ночном садах. Я тебе просто прикалывался. Да прикалывался. Да, вот зря я сюда, лучником пошел. Надо было этого сюда двигать, этого сюда, этого туда. Бразилица, 116 силы это у тебя, да? Это уж у меня. Нет, это турпе. А, я тебя встретил, блин, я думал, я тебя не встретил. А кто может дать 10 монеток? Ой, 2 монетки. Я могу дать. Уже поздно. Бразилицаешь? Ну, следующий ход. Мне не хватает. Пик. Это редкий ресурс, что мне недовольство. По городу я не хочу. Мне даже одна надо на меня. Дайте 0 целых. Нет, одна, одна же, 1 и 6. Дерьмо нет. Пожалуйста. А, две монетки тебе надо было, да? Иди ты еще раз. Блин. Да. Ну, в принципе, если я возьму Гданьск и Варшаву, мне это должно компенсировать в некотором роде мое отставание. Но вот очень глупо я тут потерял поселенца. Очень глупо немножко тут ходил. Ну, хорошо, что я заранее подготовился. Я так и думал, что с поляком будет война. Видите, заранее построил прачников, апнул. Смотри, американец. Смотри, предложение. Не было бы у меня лучников, было бы совсем грустно. А вдруг на меня нападут? Блин, байк. Поизмениться. Игра и наращивается. По лошади, конечно. Слушай, ты теряешь юнитов, да? Бразилицу. Я их пока не спула. Сейчас вот я начал, раз у меня в колеснице стоит. Ты крутой. Жаба, предложение. Ну, блин, спасибо. Вовремя. Поляк анонимно примет люкс удар для поддержания войны с двумя сторонами. Пармонгеров никто не любит. Что-то не знаю, дальше сказать. Зачем меня любить? Я буду просто с кем-то воевать. А что-то будет на халяву подыскать. Поддерживать меня. И все. Ну, ведь минус одно удовольствие в городе. Так, знаете, что? Надо бы тут, конечно, поселенцы начать теперь строить. В принципе... Сохраним. Выберем новую олигархию. Так, плюс производство, плюс к созданию поселенцев. И плюс два. Заход к получению... Так, содержание юнитов не надо. Швение стоимости покупки клеток, производство. Все норм. Я же жаль, что было бы это перед, в начале хода принять. Но... Как получилось уже. Тovолоса. Блин, не успел ничего! выбрать Как-то хреново воевать в начале игры на блокпанте. Ну, ты сам это выбрал. Блин, не знаю, что ты сейчас возмущаешься. А прикинь на три фронта. Никто тебя не неволил. Так, пожалуй... Так, ну я свой город отбил. Ну, это тот, который у меня поселенца захватил. И поставил. Так, Арчи. Так... Бразилица, можешь какую-нибудь ресурс роскоши дать? У тебя всех по одному, но, может, я там двое будет. Подожди, посмотрю. Шумер. Ну, жаба деда, но шумер. Так... Сюда могу лучника поставить. Сюда, сюда. Так вот, все вокруг. В принципе-то, Варшава берется нормально. Где ты пришел или не? Куда? Посмотри, сделка. А мне, бразилиц, дашь какую-нибудь? Ну, короче, я у тебя алмазы попросил. Да, да, сейчас с ним разберемся. Нафига мне от лошадей своих и единичных отказываться, чтобы тебе дать коней? Ну, че ты там? Ну, нет. У Чреции нужны кого-нибудь. Сандр, посмотри, сделка. Я вот так подумал. Если я в любом случае упаду, то мне вот в этой ситуации больше не нравятся действия бразильца, нежели араба. Обалдеть. А какие интересы тебе мои действия вообще могут не нравиться в данной ситуации? Ты не обалдел вообще? Нет, я говорю то, что я наоборот, как бы, на твоей стороне. Поэтому сейчас я пойду. На какой ты моей стороне, блин? Пойду захвачу город Бразилия. То есть ты прям захватишь, да? Как ты захватишь на Варшаву. Да, у меня сейчас там примерно будет 10 лучников и 2 коняшки. Я вот вывожу себя с воином, потому что ты до Кракова сейчас будешь долгой. Так, рабочих надо строить. au и Сильтон Мурея. Правильно, серьёзно не могу тебя почему бы точно не attribLaughter но, visualSerene jabera несколько себя с водой. Это брbek спорта жрек notch на все успокойствие. Ваш страх заканчивай, бита кулатарная behaviour дитумья. Сколько мы с тобой не грали, ты сюда сносил? Ваш underestste 2003 влада red. Отстандарт sympt�ionar намык, как не scaled. cha кула? Ася вот тут Citrojan. Вашенье туполкачок спорта. Оп enseñ? в игреWhat? Всега. помню за бразильку за рим за рим а он тебе приснилось когда мы будем гадима ты переспрашиваешь постоянно как бы я пригласил это по твоему ну тут можно поставить город там была ситуация, когда я сидел, ничего не делал, не было как бы иностранности происходящее и он убивал моих юнитов, когда я выкашил. Очень интересный. Очень. Ну раз ты считаешь, что это достижение, то я рад. Ну так, раскрываешься со многих сторон. Так, создание юнитов, наверное, можно убирать. Давайте содержание уменьшим. Пользуйтесь дваги, сыграйте в умные игры, а продолжение будет завтра. Спасибо, что застарели до конца, я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы царели до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры. Умные игры. Умные игры. Сделаю музей иicious упаковка. Хort Jaysem не в кухину.